Всем привет, меня зовут Илья Кизиров, и вы слушаете подкаст русской службы Би-Би-Си «Что это было». В нем мы говорим о войне и ее последствиях. После 24 февраля ФСБ начала обвинять россиян не только в собственных госизмене, но и в подготовке к ней, например, в попытке вступить в украинскую армию. Так в Хакасии по этой статье обвиняют гражданского пилота Игоря Покусина. В основу его дела легли прослушки его телефонных разговоров с друзьями и показания свидетелей-силовиков. О деле Покусина написал мой коллега Сергей Горяшко, и сейчас он со мной на связи. Сереж, привет. Привет, Илья. Ты много следишь за делами о госизмене, вот почему ты решил обратить внимание именно на дело Игоря Покусина? Слушай, ну для наших дорогих читателей и уважаемых слушателей, мы писали с коллегами не только о деле Игоря Покусина, мы, наверное, за последний год написали массу историй разных россиян, которых обвиняли в разных формах госизмены, будь то там попытка перейти на сторону врага или перевод денег в пользу ВСУ или просто как бы абстрактно какая-то госизмена. В случае с Игорем Покусиным его история отличается тем, что нам повезло выяснить, что собственно лежит в основе материалов дела. Дела по 275 статье, вне зависимости от того, возбуждены ли они по факту передачи каких-то секретных данных в пользу иностранцев или по тому, что человек пытался или готовился к тому, чтобы перейти на сторону противника, как это произошло в случае с Игорем Покусиным, они отличаются тем, что все они все равно рассматриваются в закрытом режиме, поскольку следствие по ним ведет ФСБ. Ну если это Москва, то это центральный аппарат, если это регионы, то это региональное управление, ну об этом попозже поговорим еще. И поскольку эти дела ведет ФСБ, они автоматически все секретные и они рассматриваются в закрытом режиме, несмотря на то, что внутри самих дел, допустим, по переходу на сторону противника, уж точно нету никакой гостайны и никаких секретных данных. Но они, тем не менее, рассматриваются в закрытом режиме, и если бы нам не повезло узнать, что, собственно, в основе этого дела, мы бы никогда и не поняли, каким образом ФСБ вообще доказывает этот самый переход на сторону противника или попытку подготовиться к нему. В этом случае нам повезло, потому что теперь мы приблизительно понимаем, как такие дела строятся. У нас были догадки, что, скорее всего, это происходит по каким-нибудь данным, так называемым ОРМ, оперативно-розыскных мероприятий, то есть наблюдение, наведение справок, есть и такое ОРМ, прослушка телефонных переговоров, снятие данных с электронных устройств, то есть, по сути, взлом компьютера. Мы только гадали, каким образом силовики доказывают, что человек действительно готовился перейти на сторону противника, какие там у них есть данные, и как это все работает. Были какие-то обрывочные сведения по разным делам, что, мол, там они на границе у человека проверяли телефон и что-то в нем нашли. Это, например, дело Савелия Фролова, молодого человека из Москвы, которого арестовали еще в октябре прошлого года на границе с Грузией. Его остановили на грузинской границе, на этом погранпункте Верхний Ларс. Там граничники вытащили у него телефон, заставили его разблокировать, и что-то там якобы нашли, какую-то переписку про легион свободы России, и через некоторое время Савелий Фролов оказался обвиняемым в попытке перехода на сторону противника. Но это была такая маленькая деталь, мы знали просто, что там поводом стало благодаря там Савелию и благодаря его друзьям, благодаря адвокатам, которые занимались этим делом. В остальных случаях мы могли только предполагать, что, ну, наверное, что-то нашли, наверное, какой-то прослушали телефонный разговор, может быть, обнаружили что-то там в компьютере, в истории браузера, в сохраненных картинках, не знаю что. А теперь, поскольку мы смогли узнать, что лежит в основе дела, которое вот уже суд начал рассматривать, то есть, собственно, следствие по нему закончилось, мы понимаем приблизительно, на чем такие истории строятся. И конкретно случай Игоря Покусина подтвердил наше худшее опасение, что, по сути дела, человека задерживают и обвиняют в попытке перейти на сторону противника буквально за телефонные разговоры, в которых, в общем-то, даже нету каких-то четких планов по тому, что человек пытается вступить в ВСУ. Хорошо, то есть ты взялся за дело Покусина, потому что просто на его примере мы можем показать, как вообще такие дела устроены. Именно так, ну, и плюс ко всему сам Покусин, достаточно яркий герой. Тут двойное везение в том, что он сам относительно яркий человек, и его семья довольно известна в Хакасии, это его родной регион, хотя как он считает себя уроженцем, точнее, как он не считает себя, он родился в Украине, он родился в Одессе еще в советские годы, понятно, ему за 60 лет. Хорошо, а можешь тогда рассказать, кто такой Покусин вообще и чем он, собственно, занимался до российского вторжения в Украину? Во-первых, Игорь Покусин пенсионер, это как бы важная часть истории, которую надо понимать в случае, когда у нас речь об обвинении человека в попытке перейти на сторону противника и воевать на стороне противника. То есть у нас же тоже для слушателей, которые не очень сильно вникали в эти все истории по статьям по госизмене, давай проясним, что переход на сторону противника, это имеется в виду именно, что участие в боевых действиях на стороне противника, то есть, по сути, это вступление в ВСУ, в Легион свободы России, еще в какие-то военные формирования, которые воюют с российской армией, или же оказание помощи этим военным формированиям, непосредственно находясь на месте. А кто у нас обвиняемый? Обвиняемый у нас 61-летний человек, совсем не молодой и не очень здоровый. То есть в самом уголовном деле, как нам известно, есть справки о его состоянии здоровья, и это, в общем, уже как бы там по этим документам видно, что человек не то чтобы здоров. У него там был какой-то очень тяжелый перелом ноги, у него суставы заменены на протезы, у него в сердце стенд, то есть, ну, там полный букет разных заболеваний, и, как мне говорила его супруга, вообще не очень понятно, в какую бы армию его взяли. Его бы и в российскую-то не брали бы, потому что он там не нужен с таким состоянием здоровья. Да и в украинскую, если бы он и попытался бы, и захотел бы, скорее всего, он бы не попал, потому что для любого формирования военного он там будет не полезной боевой единицей, а обузой, которая не может там ни скорость поддерживать какую-то, ни воевать толком. К тому же он еще и сам, в общем-то, я так понимаю, и не служил, и нигде не воевал, нет никакого боевого опыта. Покусин был пилотом. Он учился, пилот работал сначала, то есть, учился он в Украине, поскольку родился в Одессе в советские годы. Потом в советские же годы его распределили после учебы в Хакасио. И вот он, собственно, там в Абаканском авиаотряде и проработал почти всю свою жизнь. Там он жил, там он летал, он летал на каком-то очень маленьком таком самолетике, занимался опылением полей, всякими удобрениями с воздуха. Для этого как бы не нужен большой самолет, то есть, опять-таки, он не летал на истребителя. И Покусин, как мне рассказывала его жена, последние 15 лет мечтал вернуться домой в Одессу, переехать в Украину и жить там. И, конечно, для него, как для уроженца Одессы, для украинца, ну, как сам считал себя украинцем, история с российским вторжением в Украину была очень болезненной. И что он начал делать после 24 февраля? Ну, это как рассказывает его жена, он после 24 февраля вот он сидел и общался со своими друзьями и в России, и в Украине, созванивался с ними, делился своими мыслями, соображениями по поводу того, что происходит. Ну, тут, прости, надо сделать тоже небольшой флешбек. Помимо всего того, что мы рассказали Покусиня как там у профессиональной жизни, а у него была еще и общественная, активистская жизнь, он был довольно известным в Хакасии оппозиционером. Ну, не так, чтобы прямо вот уж какой-то местный Навальный, но достаточно яркий персонаж. Он, в частности, боролся за своего сына, которого 10 лет назад посадили по наркотической статье. Он пытался доказать, что его сына подставили, и в тюрьму тот попал несправедливо. Дело тогда гремело. В Хакасию приезжали члены президентского совета по правам человека. Сына, тем не менее, все равно посадили. Он отсидел, и, ну, вот сейчас он уже вышел на свободу. Покусин после этого основал общественное движение «Доколе». Они боролись за разные истории, в том числе там была местная история Хакасии, как силовики не хотели расследовать убийство. Они и там тоже как бы активничали, и там призывали следственные органы провести необходимое действие. Ну, то есть он, конечно, был такой не в федеральной узнаваемости, но в регионе про Покусина знали. Знали и местные жители, знали и силовики. И вот после 24 февраля он начинает звонить друзьям, и что он им говорит? Ну, ты знаешь, вот мне это выглядело, наверное, так, что, судя по тому, что я узнал из материалов уголовного дела телефонные разговоры Покусина, которые прослушивали ФСБшники, человек, видимо, сидел дома, смотрел новости, очень переживал, видел все эти бомбардировки, видел, как вот, собственно, в марте российская армия разрушала Мариуполь, видел, как на его родной Одессу падали ракеты. Звонил друзьям и ругался. Ну, вот они буквально друг с другом обсуждали, какой кошмар происходит, и как им это все не нравится. И Покусин тогда обсуждал с друзьями, что ему очень хочется уехать из России, потому что здесь его точку зрения не принимают, здесь с ним его знакомые не соглашаются в его оценках войны. И Покусин спрашивал, как бы вот ему переехать, как бы ему вернуться в Украину, как бы он мог послужить своей родине интеллектуально. Это вот буквально цитата. Это он с украинскими друзьями обсуждал. И с украинскими, и с российскими, которые готовы были поддерживать его точку зрения. Покусин при этом не производил впечатления очень такого, знаешь, человека, просвещенного в юридических делах, в смысле того, как переехать в другую страну. Потому что он буквально не знал, куда ему бежать и где ему просить помощи, чтобы ему помогли в оформлении украинского гражданства или вида на жительство. Тем более он не очень представлял, как он в принципе может переехать в Украину. То есть с друзьями были совершенно смешные разговоры, в которых он рассказывает, что вот, я там погуглил, позвонил по телефону в какую-то контору, которая вроде занимается вот украинскими паспортами, а мне сказали, вот ты Москаль и разговор НМА. И ему друг на это отвечает, что ну ты вообще куда звонил-то, это же какие-то явно частные лица, а тебе нужно обращаться в государственные органы, в консульство, и у них спрашивать совета, что тебе делать, что вот у тебя есть там советский паспорт, в котором написано, что национальность украинца, место рождения Одессы и все, что у тебя есть. Потом ты подумай, как тебе вообще туда добираться, куда ты собираешься добираться. Через Европу ты, понятное дело, не сможешь, тогда виза нужна в Турцию, можешь, но там непонятно, как оттуда ехать уже в Украину. То есть друзья как бы были явно более просвещены. И сам Пакусин говорит, что в других разговорах, это те, которые не попали в прослушки, он обсуждал со своими украинскими знакомыми, что вот он, может быть, хотел бы переехать и хотел бы там в Украине, ну вот хоть на каком-нибудь маленьком самолете летать и как-то помогать стране. Ему говорили, ты не дергайся, сиди сейчас, тебя и перевести будет сложно, и как-то интегрировать в это все тоже будет нелегко. Дождись, когда, мол, кончится война. Но вот он все равно пытался, все равно что-то спрашивал, и понимаешь, тут какая штука. Он действительно говорит, что я там, мол, мог бы на самолете летать, мог бы раненых перевозить, раненых солдат имеется в виду, мог бы провизию какую-то им доставлять. Но, во-первых, совершенно непонятно, как он себе это все вообще в принципе представляет, поскольку речь там идет про крошечный, буквально двухместный самолет Харьковского авиозавода «Бекасик». «Бекас» называется самолет сам, и Покусин говорил, что вот он на нем умеет летать. И то ли в шутку, то ли в серьезе они обсуждают, что вот на МиГ-29 его, конечно, там не посадят сразу, но, может быть, там что-то получится. То есть, но на самом деле это все звучит абсолютно, как такие разговоры старых друзей, которые то ли в шутку, то ли в серьез что-то обсуждают, может быть, даже какие-то свои реальные искренние мечты. Ну, в случае с Покусином, может быть, у него действительно была мечта летать на МиГе, и, может быть, даже у него была мечта воевать на стороне ВСУ, хотя вот этих слов он не произносил ни в одном из диалогов. Но при всем при этом, там, по-моему, всем этим людям понятно, что реализация этих планов и мечтаний крайне маловероятна. Потому что, ну, в общем, все взрослые люди, все понимают, что, ну, как бы, Покусин не молод, и вряд ли кто-то будет его там 60 лет учить летать на истребителе. Тем более, там, вряд ли его в этом возрасте отправят на фронт. И жена его рассказывает, что, ну, вот была у него эта мечта вернуться в Украину, и была она у него 15 лет. Но как такой, знаешь, типичный русский или украинский, может быть, мужик, он не очень много, в общем, сделал, как бы, для того, чтобы эту мечту реализовать. Ну, или, может быть, у него просто это по семейным обстоятельствам как-то не получалось. И в этом нет ничего, знаешь, как бы, странного или плохого. Мы знаем миллион таких историй, да, когда человек, там, о чем-то мечтает, но у него, там, по каким-то причинам не получается даже начать делать что-то, чтобы эту мечту уплатить в жизнь. Ну, и, в общем, вот Покусин дальше телефонных разговоров с друзьями никуда не ушел. Но, правда, он сделал кое-что другое, что в дальнейшем помогло ФСБ возбудить на него это дело. Покусин в середине марта пошел ночью к Краевическому музею в Абакане, столице Хакасии, увидел на нем баннер с буквой «З», облил этот баннер краской и написал на стене музея «Слава Украине». И уехал оттуда вместе с краской и своим велосипедом, на котором он к этому музею приехал. Дальше следственные органы, которым, видно, в Хакасии абсолютно больше заняться нечем. Проводили серьезнейшее расследование, в ходе которого даже изучали следы от протектора велосипедной шины возле этого музея. И по камерам, а также по этим следам через два месяца, уже в мае, нашли доказательства, что эту надпись нанес именно Покусин, и именно он совершил такой акт вандализма, нанес моральный и физический ущерб музею, и, собственно говоря, Покусина судили по делу о вандализме. Дело это началось в мае. Покусин к этому времени уже слышал в новостях, что за попытку перехода на сторону противника может грозить тюремное заключение по статье о госизмене. Покусин понимал, что вот у него, собственно, сейчас над ним уже висит статья по вандализму, причем такой вандализм еще и с политическим окрасом. И Покусин решил, что он попробует Россию покинуть. Он находился под подпиской о невыезде, здесь у него была довольно мягкая мера пресечения по этому делу о вандализме, и он решил попробовать уехать из России через Казахстан, договорился со своей знакомой, которая там смогла ему в интернете купить билеты, точнее, на билеты он покупал из Красноярска, и ему нужно было добраться из Абакана в Красноярск. Ну, по дороге его поймали силовики, и тут вот начинается уже интересно, поскольку в самом деле уже по госизмене этот материал фигурирует, хотя он и не квалифицируется там как некие признательные показания. Он квалифицируется просто как комментарий Покусина по вот моменту, когда он был задержан и нарушил назначенную ему меру пресечения. Как рассказывает его жена, Покусина поймали, вывезли в лес, и в лесу ему силовики, угрожая электрошокером, заставили его чуть ли не копать себе могилу, стреляли у него над головой. Потом привезли его в отделение, где на камеру Покусин сделал признательные показания. Ну, вот он на камеру рассказал, что да, я вот, мол, собирался уехать в Украину, не знал, что это будет квалифицироваться как переход на сторону противника. Впредь обязуюсь больше такого не делать, как он говорит, еще важная оговорка, до окончания боевых действий. То есть все-таки мечту уехать он все же еще вынашивал. Это было уже летом, в июле. Казалось бы, что вот записал какое-то признание. Ну, конечно, важен тайминг, потому что 14 июля были приняты и подписаны поправки о том, что переход на сторону противника будет караться по статье государственной измене. И 25 июля, собственно, Покусин поехал из Абакана в Красноярск к попытке уехать из России. Дальше дело по вандализму продолжало расследоваться. Ничего с этим вот признанием, которое он сделал 25 июля, силовики не делали, по крайней мере, публично. Дальше Покусина уже в декабре приговорили. И он получил срок даже не условный, а с запретом определенных действий. То есть он не должен был выезжать из Абакана, плюс должен был там выплатить штраф за то, что он нанес ущерб музею. И буквально на следующий день после приговора по делу о вандализме Покусина задерживают у него дома. Да, прям нагрянули такие, знаешь, хорошо экипированные в полной боевой выкладке в шлемах, камуфляже с оружием сотрудники ФСБ, в пятером, по-моему, Покусину заломили руки за спиной, посадили в автобус и повезли в управление ФСБ, где ему, собственно, сообщили, что он уже подозреваемый по делу о госизмене, по делу о покушении на переход на сторону противника. И так вот, собственно, эта поездка Покусина, попытка уехать из Абакана в Красноярск, а потом в Казахстан, а также его телефонные разговоры вместе с еще несколькими допросами, в том числе силовиков, то есть, значит, это дознавательница МВД по делу о вандализме, плюс сотрудник, оперативник ФСБ, работавший в Абакане, который дали на Покусину показания, что вот он такой собирался уехать в Украину и собирался воевать. Так это все превратилось в дело о госизмене. По статье госизмена, а по факту, что в него входит, это покушение на переход на сторону врага. Это, кстати, на данный момент единственное мне известное публичное дело именно по покушению, не по подготовке, а по покушению на переход на сторону врага. Покушение здесь заключалось в том, что Покусин уже пытался уехать из России. И вот тогда, когда он в июле уезжал, это и было, собственно, актом покушения. То есть, он начал совершать преступление, которое он не смог довести до конца по независимой от него причине. Ясно. И дело это строится только на его телефонных разговорах и на факте того, что он пытался уехать из Забакана и из России. Да, совершенно верно. Там в дополнение еще есть допросы его знакомых. Одни, соответственно, под своими фамилиями, другие под псевдонимами. Это распространенная практика в делах ФСБ, когда каких-то людей секретят, делают из них секретных свидетелей, которые говорят, что вот Покусин критиковал Россию, критиковал специальную военную операцию, плохо относился к войне и хорошо относился к Украине. И вот поэтому вот он такой нехороший человек. Но интересно, что ни один из этих людей не говорит, что Покусин делился с ними планами по тому, чтобы переехать в Украину и воевать на стороне ВСУ. Точнее, несколько человек говорят, что делился планами о переезде в Украину, но ни один не говорит, что он делился планами о вступлении в ВСУ. То есть, вот этих показаний нет вообще. Хорошо, а что об этом обвинении говорит сторона защиты Покусина? У стороны защиты какая история. С одной точки зрения, если посмотреть на телефонные переговоры Покусина глазами сотрудников ФСБ, вот, собственно, фраза, как бы мне там перебраться, и я вот там разговаривал со своим знакомым и спрашивал его там, как бы мне на какой-то маленький самолетик сесть и летать и послужить родине интеллектуально, уже вполне может квалифицироваться как планирование своего перехода на сторону противника. С другой стороны, если смотреть на это с точки зрения духа закона, ну, и какого-то здравого смысла, человек ничего, кроме как делиться своими мечтами, он больше не делает. Кроме того, он и не говорит о том, что он собирается вступать в армию и вести боевые действия какие-то. Он и не говорит, что он планирует помогать вооруженным силам Украины. И главное, что по факту все эти его планы и мечты, мягко говоря, трудно реализуемы. Об этом тоже рассказывает его супруга, что, ну, во-первых, там у них не то чтобы какая-то очень богатая семья, да, чтобы там как-то добраться до Украины. Во-вторых, кто бы его, в принципе, на территорию Украины пустил и под какими предлогами. В-третьих, как он вообще может туда доехать, учитывая, что никакого прямого сообщения нет. Варианты немногочисленные. Один из них, допустим, включает в себя поездку через территорию Польши, на территорию которой Покусин заехать не мог, поскольку у него не было шенгенской визы. И адвокаты отмечают, что у него, даже если считать, что у него были эти разговоры, это еще не свидетельствует о том, что он реально покушался на переход на сторону противника. Сереж, ты вообще давно и много исследуешь тему госизмены. Насколько таких дел стало больше сначала полномасштабного вторжения и вообще кого по ним судят? Начну немножко издалека. После 24 февраля, буквально в те дни, когда очень быстро Российская Госдума приняла законы о военных фейках, о дискредитации армии, сблокировала кучу СМИ, Генпрокуратура выступала с разъяснением, что попытка оказания финансовой помощи Украине и ВСУ, главное, может караться по статье о государственной измене. Дальше очень быстро поползли слухи, что любая помощь Украине, будь то консультационная какая-то, финансовая, какая угодно, на словах, все это тоже может пойти под статью о госизмене. Адвокаты, юристы, которые давно занимались этой темой, в том числе Иван Павлов, по-моему, признанный российским Минюстом, иностранным агентом, говорили, что, конечно, дел станет больше и, конечно, ФСБ будет продолжать их клепать, но, скорее всего, нам не стоит ожидать сотен дел по этой статье, поскольку это все-таки такая очень, простите, эксклюзивная история. Дело в том, что всеми секретными делами занимается такой первый шпионский отдел, шпионский в кавычках, в следственном управлении ФСБ при центральном аппарате ФСБ, который сидит в Москве на энергетической улице, буквально дверь в дверь с изолятором Лефортова, в котором большинство обвиняемых по госизмене или пионажу и содержится. В этом отделе работает не так много людей, примерно с десяток, может, полтора десятка следователей. Они физически не могут проворачивать за год очень большое количество дел по госизмене. Их действительно года становилось больше. Мы регулярно видели истории, как по этой очень тяжелой уголовной статье в СИЗО оказывались ученые, люди там в том числе, которые никогда вообще не имели никакого доступа, никакой гостайни. Плюс ко всему война в Грузии 2008 года показала нам, что и совершенно обычные люди тоже могут оказаться обвиняемыми по этой статье. Мы помним дело Оксаны Севастиди, которая попала буквально за СМС-ку своему грузинскому знакомому, в которой написала, что видит, как вот едет эшелон с российскими танками. Это тоже было признанно госизменой. Потом Севастидия, тоже важный момент, дело-то ее не закрыли, ее не признали невиновной, ее просто помиловал президент. Дальше больше можно вспомнить дело журналиста Ивана Сафронова в 2020 году, которого тоже посадили на чудовищный срок в 22 года буквально за то, что он по открытым источникам собирал информацию. То есть не писал и не передавал ничего большего того, что он писал сам, как журналист в «Коммерсанте» или «Ведомостях», ничего больше, чем то, что было и так опубликовано. Год спустя даже больше. Мы можем констатировать, что мы оказались не совсем правы. Дел стало не просто больше, дел стало кратно больше. Если в 2021 году мы могли насчитать, ну, наверное, 20 дел по этой статье, это еще важно понимать, что далеко не обо всех делах и госизмене сообщают публично. То есть что-то мы можем выдернуть из пресс-релизов ФСБ, о чем-то там сообщают государственные информагентства, которым передают эту информацию из пресс-службов ФСБ. О чем-то мы можем узнать из баз данных российских судов, если там какие-нибудь карточки публикуются все-таки на сайте судов, там, либо о рассмотрении дела, либо о избрании человеку меры пресечения. Теперь наступил такой полный бардак со всех сторон. Попробую объяснить, как это работает. Давай по пунктам. Что мы можем узнать по судам? Иногда суды вполне себе сообщают, да, что вот человек арестован, ему избрана мера пресечения судом, сообщают об этом день в день, сообщают его фамилиями отчества. В последнее время это происходит все реже и реже. Чаще всего, если суд даже и сообщает официально, и день в день об аресте какого-то человека, они сообщают только его фамилию и инициал, и больше ничего. Невозможно узнать ни год рождения, ни полные фамилиями отчества, и, соответственно, снижаются шансы на то, чтобы выяснить вообще, что это за человек. Второй момент. Очень часто в последнее время на сайтах судов появляются карточки дел, где сообщается о продлении человеку меры пресечения. И вот из этой карточки мы понимаем, что, значит, ага, этот человек был арестован минимум там два месяца назад. И, допустим, не факт, что его арестовал именно Лефортовский суд. Возможно, он был арестован где-то в регионе, а просто его потом перевезли в Москву, и Лефортовский суд продлял ему эту меру пресечения. Мы знаем там минимум о трех, наверное, делах, где именно так все вот и происходило. Что еще бывает? Бывает такое, что на сайте суда вообще ничего не сообщается. Почему? Потому что суд, ну, в принципе, теоретически, да, в своем праве, поскольку дело секретное, он может и не сообщать, что какое-то дело было возбуждено по статье 275, и суд проводил по нему заседание об избрании меры пресечения этому фигуранту. Дело секретное, значит, и вот, собственно, вся эта история секретная. Поэтому мы ничего об этом не узнаем. Дальше с ФСБ. Если ты думаешь, что пресс-служба ФСБ прям день в день, как только они какого-то человека поймали, это же, в общем, звучит логично, да, у нас там контрразведчики работают, вот, собственно, мы отчитаемся сразу же, что какие мы молодцы контрразведчики, мы поймали очередного шпиона. И сделаем это вот сразу, как только мы его поймали, как только его там суд отправил под арест, например. Тоже нет. Просто даже пример с Покусиным. Его арестовали 7 декабря, ФСБ о нем сообщило 13 декабря о его аресте. Причем, опять-таки, в пресс-релизе ФСБ не называется ни фамилия Покусина, ни его родзанятий, никаких подробностей его дела тоже нет. Понять, что, как бы, это он, достаточно трудно. Там надо, знаешь, какие-то очень известные, как бы, только тебе, потому что ты занимался этим делом подробностей, если отнести и разобраться, что в пресс-релизе речь идет, на самом деле, про одного и того же человека. И это еще неплохой случай, поскольку все-таки здесь сообщили, ну, буквально в считанные дни, и больше в этот же период других арестов по этой же статье не было, и тут можно, как бы, соотнести. Чаще происходит такое, что ФСБ сообщает об этом аресте, про который, допустим, ты уже узнал из базы данных суда, через месяц или через два. Почему? Ну, короткий ответ, просто потому, что может. Так или иначе, коллеги из организации юристов, журналистов, правозащитников, первое отдел, они занимаются помощью арестованным по статье о госизмене, помощью обвиняемым по госизмене, насчитали, что с 14 июля, то есть с момента вот, 14 июля 22 года, разумеется, когда эти поправки были приняты, которые предполагают статью госизмена за попытку перехода на сторону врага, что было за это время 29 дел, по их данным, когда людей обвиняли в том, что они пытались перейти на сторону противника, а в общей сложности было 88 дел по статье о госизмене. И это 88, надо понимать даже, что это те, про которые все-таки известно. То есть это либо получилось обнаружить через базы данных судов, либо через эти пресс-релизы ФСБ, сообщения СМИ, или же если родственники этих людей обратились сами вот к правозащитникам, в первый отдел, чтобы они помогли. Плюс, да, надо понимать, что у первого отдела есть и свои собеседники, особенно в региональных управлениях ФСБ, которые могут сказать там примерно, сколько у них таких дел еще в производстве. Там люди общаются чуть проще, чем в столице. Много это или мало? Хороший вопрос. С одной стороны, ну, это безумная цифра, на мой взгляд. Особенно учитывая, как эти дела расследуются, что они расследуются в закрытом режиме, что у нас нет никаких официальных путей и возможностей узнать, в чем конкретно человека обвиняют, и что стало поводом к его уголовному преследованию. К тому же, заметь, что какое гигантское количество дел, судя по всему, связано именно с передачей или оказанием какой-то консультационной помощи другим странам, то есть не с попыткой переехать в Украину, не с попыткой перейти на сторону противника. Это именно что-то классическая госизмена. Там у нас вообще нет возможности никаких узнать, что за что и почему. И я думаю, что дел на самом деле, скорее всего, больше сотни, и больше ста человек в стране за год оказались в СИЗО без возможности того, что их дело будет рассмотрено публично и с реальной перспективой того, что они получат гигантские сроки. И более того, у нас с весны 2023 года по статье госизмения можно получить до пожизненного заключения. В ситуации, когда ФСБ не считает нужным публично отчитываться даже об этой своей деятельности просто по количеству дел, которые они завели, и максимально это все секретит, мы рискуем в какой-то момент потерять возможность в принципе вести какую бы то ни было статистику. То есть как бы то, что мы там будем насчитывать, это будет, знаешь, там какая-нибудь самая нижняя-нижняя планка, а у нас не будет понимания, насколько реальная ситуация хуже. И это тоже, конечно, очень плохо. То есть это все вместе влияет на возможность понимать, что в принципе в стране происходит. В случаях со статьей о госизмене ты даже не можешь узнать, за что конкретно тебя могут привлечь, что именно может стать поводом к тому, что ты уедешь в колонию теперь уже на пожизненное. Любая какая-то информация, которая тебе казалась совершенно безобидной, по решению сотрудников ФСБ может оказаться секретной и стать поводом тебя отправить за решетку на всю оставшуюся твою жизнь. И люди, которые попадают под эти статьи буквально, исчезают из жизни, из публичного пространства. То есть мы много-много раз сталкивались с ситуациями, когда мы пытались выяснить что-то про человека, который, как нам становилось известно, оказывался фигурантом этого дела. Мы звонили его родственникам, друзьям, коллегам, и все они говорили там, я не знаю, что с ним, куда-то он пропал, что-то с ним случилось, вот как-то что-то произошло, и вот мы не знаем. Мы с ним больше не общаемся. Он как-то вот от нас отдалился, он исчез. Человек лишается и права на то, чтобы дело рассматривалось публично, общество лишается права знать вообще, в чем человека обвиняют и за что его хотят посадить на такой чудовищный срок. И мы тоже перестаем понимать, как эта система, в принципе, работает. Спасибо, Сережа. Это был мой коллега Сергей Горяшко. Вы слушали подкаст «Что это было», который можно найти на нашем сайте, в наших соцсетях, в Apple подкастах, на других платформах, в том числе и на YouTube. Подписывайтесь на нас, оставляйте оценки, ставьте лайки и комментируйте. Так о нашем подкасте узнает еще больше слушателей. Меня зовут Илья Кизиров. Всего доброго.